добрый вечер друзья я вот ну занимаюсь тем чем мы занимаемся я вспоминаю тот вопрос и часто люди задают а вот ягод там за 50 вот как мне эмигрировать или там человек я по-английски не говорю того не 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 там вот не знаю профессии ходовой нет вот я приеду в америку там green card лотереи и что я буду делать и я вот вспомнил об этом потому что мы прямо сейчас вот ну а скажем так несколько недель уже может быть месяц занимаемся тем чтобы найти для светиной мамы найти человека который ухаживал бы там за ней с проживанием и это должен быть человек который легитимный то есть правом на работу потому что есть программы для пожилых людей которые оплачивают уход за ними то есть если скажем платить все из кармана то это может быть как и нелегальный кто туда но поскольку там есть деньги которые государства дает то соответственно должен кто-то легитимный и этот легитимный он получает не просто не только деньги но там я боюсь собрать две триста две четыреста такого плана 2 500 в месяц но это с проживанием и это с медицинской страховкой то есть вполне вполне нормальный поэтому как бы я не знаю я думаю что для людей которые физически в состоянии за кем-то ухаживать и так вот попадают соединенные штаты наверное не так плохо и вы и по-английски не отговорить там все по-русски соответственно там у китайцев по-китайски там латино спал по-испански и вот мы мы измучились там найти кого-то была замечательная совершенно женщина из армении которая этим занималась но последние там пару лет и она что-то в армению решила уехать там у нее дети там еще что то чем уезжает в армению но совсем ну и вот вы уже там на месяца полтора сложно то есть очень много людей которые говорят мы бы делали но за кеш но дальше из тех кто легальный у них начинаются вопросы вот насколько человек ну нуждается в уходе то есть есть люди с которыми нужен глаз да глаз есть такие которые вполне так сказать самодостаточные но нужно им иногда там как-то вот там помочь там в чем-то есть такие которые не совсем в себе знаете могут и орать начинают и укусить могут или там кидаются чем-то такие тоже есть поэтому люди значит которые работают в этой области они так с интересом выясняют а что там значит дальше начинается а сколько выходных значит ну и так далее то есть понятно что во всяком так сказать бизнесе есть какие-то условия труда которые больше приемлемы меньше приемлемы там и так далее но в общем при том что светина мама далеко не самый плохой вариант она абсолютно в собственном уме она целый день читает книжки она любит читать у нее есть книжки она сидит читает другое дело что ей конечно там трудно и надо помочь там допустим ну добраться до кровати или там скажем наоборот из кровати там за стол где она читает вот соответственно с готовить там и так далее но но она есть сама там не в общем как бы далеко не самый плохой случай и я вам хочу сказать что за мучились за мучились да но чем я я не хочу в детали этого дела вдаваться поскольку это на самом деле не тема того сюжета который я хотел сделать а я хотел сказать что вот такая работа по уходу она настолько востребована то есть если вы в америке легитимны и у вас есть разрешение на работу боже уж по уходу то работы очень очень много но тут есть свои тонкости да то есть это не каждому такая работа ну по нраву что ли да то есть вы можете сказать что это не не моё и я я скажу что вот я бы сам например не мог бы так таким заниматься это нужно такое терпение вообще и я же я не знаю ну да не просто все ладно друзья счастливо и если кто-то вот считает что мог бы этим заниматься то у вас есть просто непаханное поле что я хотел я вам сказать до свидания